В этом видео вы узнаете о муфтах свободного хода. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Инженер. Муфта свободного хода – это муфта, которая позволяет автоматически передавать крутящий момент только в одном направлении. Кроме термина муфта свободного хода, используется термин обгонная муфта. При этом, исходя из применения этих терминов в научных публикациях, технической литературе и стандартах, можно считать, что они равноправные. Если кому-то из зрителей известны более детальные сведения об использовании этих терминов, просьба поделиться информацией в комментариях. Она будет полезна зрителям канала Инженер. На английском языке для обгонной муфты применяются термины One-Way Clutch и Freewheel Clutch. О муфтах свободного хода упоминалось в видео канала Инженер, когда рассматривалось ее применение в конструкции гидродинамического трансформатора. В частности, рассматривалась роликовая муфта свободного хода, установленная между реакторным колесом и корпусом. В общем случае, обгонные муфты могут иметь разную конструкцию. Если воспользоваться одной из имеющихся классификаций муфт, то обгонная муфта находится где-то здесь. Муфты свободного хода могут быть двух видов – храповые и фрикционные. В видео о видах зубчатых передач использовано сравнение таких передач с жесткой фрикционной передачей, если представить, что зубья уменьшились до размера атомов. В таком случае фрикционная обгонная муфта может быть представлена как храповая, если зубья уменьшить до размера атомов. В статье Википедии о муфтах свободного хода имеется ссылка на первый патент о таких муфтах. Патент касается обгонной муфты храпового вида, установленной между педалями и передним колесом велосипеда. Как видите, в этой муфте имеется только один фиксатор. Разумеется, это не первое применение такого механизма. Он известен с давних времен. Если у вас имеется информация о более раннем патенте на обгонную муфту, делитесь информацией в комментариях. Она будет полезна зрителям канала Инженер. В храповых обгонных муфтах за счет несимметричной формы фиксатора одна часть муфты может свободно вращаться относительно второй в одном направлении. В другом направлении зубья полумуфты упираются в фиксатор и усилие передается от одной части муфты к другой. В VIP-версии этого видео, предназначенного для спонсоров канала с уровнем приоритетный, имеется на 10% больше полезной информации о муфтах свободного хода. Поэтому становитесь спонсором и получайте преимущества. Для более подробной информации переходите по подсказке или ссылке в описании под этим видео. Как было упомянуто ранее, представим, что зубья храповой обгонной муфты уменьшились до размера атомов. В таком случае храповая обгонная муфта превращается во фрикционную. Вместо фиксаторов асимметричной формы используются цилиндрические ролики, а фиксация полумуфт относительно друг друга осуществляется за счет сил трения. Во фрикционной обгонной муфте одна из полумуфт имеет цилиндрическую поверхность контактирования с роликами. Вторая – профилированное углубление для размещения роликов. Цилиндрическую поверхность может иметь как внутренняя, так и наружная полумуфта. Вы можете видеть простейшую конструкцию обгонной муфты. Простейшая форма профиля углубления для роликов представляет собой прямую. Таким образом ролики контактируют с одной полумуфтой по цилиндрической поверхности, со второй по плоской. Рассмотрим принцип работы обгонной муфты. Если ведущая полумуфта вращается медленнее ведомой или в противоположном направлении, что является частным случаем первого условия, то ролики скользят по цилиндрической поверхности, перемещаясь в пространстве углубления ведущей муфты, обеспечивая зазор до плоскости. В этом случае ролики создают трение на цилиндрической поверхности полумуфты, что обеспечивает сопротивление относительному вращению полумуфт. Но сила трения в этом случае так мала, что практически не оказывает заметного воздействия на ведомую полумуфту. Крутящий момент через муфту не передается. Если ведущая полумуфта пытается провернуться в обратную сторону относительно ведомой полумуфты, то ролики скатываются в ту сторону углубления, где отсутствует зазор, и они плотно могут прижиматься к контактируемым поверхностям обеих полумуфт. Сила трения роликов о поверхность значительно возрастает, и полумуфты блокируются, вращаясь с одинаковой скоростью. Через обгонную муфту передается крутящий момент. Условное обозначение обгонной муфты на кинематических схемах выглядит таким образом. И уже рассматривалось в видео об условных обозначениях элементов кинематической схемы. Современные конструкции обгонных муфт имеют более сложное строение, чем рассмотренное чуть раньше, но принцип работы остается неизменным. Рассмотрим конструкцию муфты свободного хода компании Technobaring. В ней имеются пружины, которые поджимают ролики к поверхностям трения для надежного заклинивания с исключением свободного хода в случае ее замыкания. Такая конструкция обгонной муфты самая распространенная и известна давно. Ее можно найти еще в советских учебниках по деталям машин. Конструкция муфты свободного хода дополнительно может содержать обойму, подобно подшипникам качения. В обойме расположены ролики и пружины, прижимающие их к поверхности трения и распределяющие ролики равномерно по окружности. В таких обгонных муфтах конструкция полумуфт упрощается. Пружина, как было показано в видео про реакторное колесо, может быть одна и прижимать сразу все ролики к поверхности трения. Работа муфты свободного хода в реакторном колесе еще проще, так как одна из полумуфт неподвижна. А это значит, что колесо останавливается при попытке вращаться против часовой стрелки и свободно вращается по часовой стрелке. Недостатком роликовых обгонных муфт является то, что ширина контакта ролика с поверхностью полумуфты значительно меньше его диаметра. А это значит, что эффективность такой муфты по передаваемому крутящему моменту в сравнении с габаритами и массой невелика. Более эффективной в этом плане является обгонная муфта с асимметричными роликами. Такие ролики в английской терминологии называются спрэк. А муфту называют спрэк-клач. Асимметричные ролики представляют собой призмы со сложной конфигурацией основания. На русский язык спрэк переводится как распорка. В русскоязычной технической литературе такие распорки называют и сухариками, и кулачками. Также их называют эксцентриковыми роликами. Условно можно считать, что это ролики с изъятыми сегментами с двух сторон. Но форма у них не симметричная. Такая форма позволяет им клинить при относительном вращении полумуфт в одну сторону и расклинивать при вращении в другую. Как можно видеть, отношение длины контакта к толщине сухарика значительно больше, чем у ролика. Одним из вариантов таких сухариков является асимметричный восьмиобразный сухарик. Такая форма заклинивающих элементов позволяет увеличить их число по окружности в сравнении с обычными роликами. А это, в свою очередь, увеличивает площадь контакта и крутящий момент, передаваемый муфтой. Рассмотрение и разборка такой муфты будет показана в VIP-версии для спонсоров с уровнем «Приоритетный». Обгонная муфта может использоваться в трех режимах. Блокировка обратного хода, обгон, прерывистая подача. Режим блокировки обратного хода нужен для того, чтобы предотвратить обратное движение привода. В таком режиме муфта свободного хода применяется в конструкции конвейерных лент ковшовых элеваторов. Основной режим работы холостой, поэтому очень важно обеспечить смазку. Максимальная скорость вращения приводов ограничивается конструктивными возможностями муфт. Режим обгона предполагает передачу крутящего момента через муфту свободного хода со входного на выходной вал. В случае, если кинематически ведомый вал будет вращаться быстрее ведущего, то муфта размыкается и крутящий момент через нее не передается. Типичными конструкциями, в которых обгонная муфта работает в обгонном режиме, являются отключение стартового мотора от главного электростартера от двигателя внутреннего сгорания в приводе с двумя моторами. Для такого режима необходимо учитывать наличие пиковых крутящих моментов при пуске и повторном включении муфты. Режим прерывистой подачи связан с тем, что муфта преобразует переменное вращение в постоянное. Такой режим муфт свободного хода характерен для конвейеров, швейных и ткацких машин. В самом распространенном варианте обгонная муфта используется как разъединитель и соединитель ведущего и ведомого вала. Например, в велосипеде. Пока педали крутятся, момент через муфту передается на колесо. Как только вращение педалей прекращается, момент не передается. Муфта свободного хода разблокирована, колесо вращается свободно. Также известно применение обгонных муфт в конструкции планетарных редукторов автоматических коробок передач. Ее использование как с целью уменьшить количество управляемых элементов управления, так и обеспечить плавный переход с одной передачи на другую. После того, как появилась пропорциональная электронно-гидравлическая система управления фрикционами, от использования обгонных муфт в планетарных коробках передач стали отказываться. Кратко повторим все, что вы узнали в этом видео о муфтах свободного хода. Они бывают либо храповыми, либо фрикционными. Они передают крутящий момент только в одном направлении. Если ведомая полумуфта вращается быстрее ведущей, то муфта размыкается и не передает крутящий момент. При передаче крутящего момента частота вращения полумуфт одинаковая. Вы узнали основные сведения о муфтах свободного хода. Для того, чтобы получить больше технической информации, жмите красную кнопку подписаться и продолжайте смотреть полезные видео о технике и технологиях на канале Инженер. Субтитры создавал DimaTorzok